Ботулизм – острое инфекционное заболевание. Известно человечеству уже давно. Недуг может протекать тяжело и угрожать жизни. Летальность при ботулизме от 8 до 50%. Зарегистрированы такие случаи, когда из 10 заболевших несколько случаев летальных все-таки происходили. Поэтому, конечно, эта болезнь достаточно серьезная. А так бывает, что когда симптомы болезни забываются и как-то в рутинной практике не ежедневно встречаются, первые случаи могут быть вовремя не распознаны и иметь затяжной период в назначении лечения. Симптоматика болезни коварная. Нет ни лихорадки, ни интоксикации. Однако слабость колоссальная, отмечают алтайские инфекционисты и добавляют. Инкубационный период составляет от нескольких часов до одних суток. Появляются симптомы, которые как раз являются характерными для этой болезни. У человека нарушается зрение, он сложнее видит в мутном состоянии, видит близкие предметы, не может сфокусироваться в момент чтения, но при этом отдаленные предметы может видеть неплохо. Может развиваться опущение век, может развиваться косоглазие, нарушается функция дыхательных мышц. И человеку становится трудно дышать. Грибы, бобовые, овощи, мясо, рыба – продукты, которые на своей поверхности содержат спору возбудителя ботулизма. При слабомеханической термической обработке могут приводить к ботулизму. Одной из мер профилактики ботулизма является тщательная обработка пищевых продуктов от почвенного загрязнения. При приготовлении консервов необходимо тщательно от почвенного загрязнения промывать овощи, фрукты, грибы. Обязательно соблюдать рецептуру приготовления консервированной продукции. Последний раз в Алтайском крае диагностировали ботулизм в 2020 году. Это был смертельный случай. Мужчина отравился домашними грибами. В Москве около двух недель назад произошла вспышка ботулизма. Больше 300 человек отравились салатом из фасоли в вакуумной упаковке. Зараженная продукция дошла и до Нижнего Новгорода. От злополучного блюда скончался молодой человек. Проводятся выездные обследования с целью выявления и установления мест реализации данной продукции, для того, чтобы приостановить ее реализацию и снять ее с оборота. К счастью, до Алтайского края зараженная фасоль не добралась. Сотрудники регионального Роспотребнадзора тщательно проверили полки магазинов. Специалисты в очередной раз напоминают о мерах профилактики ботулизма. Термическая обработка продуктов и соблюдение условий хранения.